Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, начался украинский Майдан. Сегодня Майдан возводят к этому посту в фейсбуке журналиста Мустафы Наема, украинского журналиста, сегодня он украинский чиновник. Встречаемся в 22.30 под монументом. И трогательный лайк Антона Красовского. На самом деле, чисто хронологически, началом Майдана следует считать предыдущий пост Наема, вот этот. Давайте серьезно, кто сегодня готов выйти на Майдан? Конечно, Наем тогда не знал, что через 8 лет Путин будет бомбить Киев, Харьков и Одессу. Это невозможно было себе представить. Но именно так, 10 лет назад, началась история, которая предопределила, продолжает определять судьбу всего 21 века. Нашу с вами судьбу. Судьбу Украины, судьбу России и всего мира. В Киеве этот день одновременно траурный и торжественный. В изложение цветов на Институтской улице, где 20 февраля уже 2014-го под пулями снайперов погибли десятки человек. В Киев приехали министр обороны ФРГ Борис Писториус и председатель Европейского совета Шарль Мишель. А президент Зеленский выступил с обращением к народу. Российская пропаганда отмечает юбилей по-своему. То есть буквально по методичке. Тогда, 10 лет назад, Украина начала свой путь к краху. На всех телеканалах, во всех газетах. Одно и то же. Сегодня Украина лишилась одной пятой части своей территории, половины населения. С наглым таким циничным пафосом. Территории потеряны, есть нечего. Мол, довольны теперь, куда вас завел Майдан? Вспоминают печеньки Газдепа. Опять же, по методичке. Вячеслав Нет Путина, Нет России Володин. Красивые лозунги Майдана и печеньки Газдепа оказались обманом украинского народа. А за ним подтягивается пропаганда. Экономика Украины разрушена. ВВП страны в прошлом году снизился на рекордные 30%. В общем, красивые лозунги Майдана и печеньки Газдепа превратились в войну. Согласитесь, в этом есть вызов упоения безнаказанностью. Мы отняли у вас вашу землю. Мы убили десятки тысяч ваших людей. Мы разрушили вашу экономику и промышленность. Нравится вам ваш Майдан? Еще хотите? Западная пресса пишет, что этой зимой будет уничтожаться критическая инфраструктура. Это я продолжаю цитировать Скобееву. Вот до чего ваш Майдан довел. Экономика в руинах, зато по улицам спокойно гуляют геи и неофашисты. Примерно так, через запятую. И к тому же слово «Россия» пишут с маленькой буквы. Я опять цитирую. Ради такого, конечно, стоило скакать на Майдане и уничтожать собственное государство. Прошло 10 лет. Украины действительно отобрали часть территорий. Украинцев действительно убивают. А теперь надо готовиться к изнурительной обороне. И это еще надолго, на годы. Для Украины наступает самый тяжелый, изматывающий год войны. Но куда бы Майдан не завел Украину, это в России по его итогам окончательно уничтожено государство. И это Россию он привел к полному моральному разложению, не развлечению добра и зла. Сегодня пропаганда, депутаты, чиновники хвалятся тем, как их армия сеет смерть и разрушение. Примерно как в брежневские времена отчитывались о высоком урожае или о строительстве БАМ. И в этом бесконечном издевательском упоении «Нате, ешьте свой Майдан» сквозит, конечно, простая мысль. Смирились бы вы тогда, мы бы вас сегодня не убивали. Жили бы с вами мирно. Российская пропаганда рисует Майдан как волну насилия, которую неонацисты и бандеровцы с подачи Запада обрушили на власть после того, как правительство Януковича отказалось от ассоциации с Евросоюзом. Сначала на Майдан вышли студенты, которые просто не знали, в какое ермо хочет затащить Украину Евросоюз. Ну, недотепы, не понимали. Соглашение оставило Украину не просто в невыгодное положение. Правительство должно было подписать документ, юридически разрешающий грабить его страну. А потом подоспели бандеровцы вместе с Джоном Маккейном. Кадры с Маккейном на Майдане крутили на этой неделе по всем российским каналам. А теперь давайте-ка по порядку. Если соглашение об ассоциации с ЕС о зоне свободной торговли было такое вредное и грабительское, то почему Янукович отказался от его подписания за неделю до саммита с европейцами после того, как Украина шла к нему все три года под его руководством. А на самом деле пять лет. Велись переговоры. Рада приняла, кажется, 18 законов. Евроинтеграции ждала вся элита. Янукович даже согласился выпустить из тюрьмы Юлию Тимошенко. Он ее посадил еще в 2011 году, формально загазывая сделки с Россией, а на самом деле потому, что очень ее боялся как конкурента. И пообещал Ангеле Меркель и Франсуа Алланду, что отпустит Тимошенко на лечение в клинику Шарите в Берлине. Дело не в том, что Янукович отказался от невыгодной для Украины сделки, как сегодня настаивает пропаганда. А дело в том, что 21 ноября 2013 года он в одно мгновение и абсолютно внезапно для украинского политического класса и для всего общества развернул на 180 градусов курс, которым шла страна. Вот он через неделю, 28 ноября, уже в Вильнюсе, на том самом саммите, объясняет обескураженный Меркель, почему не подписал соглашение. И никто из них еще не понимает, какие будут последствия. А может быть не надо было один на один? Может быть лучше было вместе со своим народом? Видели этот жест? Это и случилось у Януковича с Путиным. И он фактически прямым текстом признается Меркель. Путин его передавил. Янукович посадил Тимошенко, прижал к ногтю прессу. Его правление, как тогда писали украинские журналисты, превратилось в полномасштабное разграбление Украины. Но он стремился в Европу, потому что он понимал, таковы настроения в стране, в том числе у элиты. И это его единственный шанс выбить стул из-под оппозиции и пройти через следующие президентские выборы. И Путин давил на Януковича уже несколько месяцев. Россия открыла первый украинский фронт. Писала в августе 2013 года украинская газета «Зеркало недели». Пока что первый. И рассказывала, в чем дело. Кремль исходила из того, что тюремное заключение Тимошенко это верная гарантия, что Евросоюз не подпишет соглашение с Януковичем. Но в начале июня пришла информация из Берлина. Меркель соглашается. И тогда помощник Путина Сергей Глазев и вездесущий кум Путина Виктор Медведчук кладут ему на стол план торговой блокады, он же план по вовлечению Украины в евразийский торговый процесс. И в соответствии с этим планом с июля 2013 года Россия замораживает квоты на импорт труб, еще через две недели запрещает к возу конфеты и шоколад, которые производит Петр Порошенко, не соответствует параметрам, объясняет Роспотребнадзор. А еще через месяц, в августе, за три месяца до Майдана, российская таможня просто останавливает весь украинский импорт. Результат, естественно, оказался обратным задуманным. Торговая война со стороны России только подстегнула в Украине антироссийские настроения и желание идти в Европу. И что дальше? А дальше Путин видит, что это не помогло. Середина октября по 9 ноября Путин трижды встречается с Януковичем, но их встреча 9 ноября выглядела очень странно. Янукович летит в Москву, но Кремль об этом молчит. Ни слова. Абсолютно беспрецедентно, как отмечает через два дня хроникер Путина в коммерсанте Андрей Колесников. И вот он рассуждает по горячим следам. Такой завесы молчания не бывало. Что-то с этой встречей не так. Что-то произошло важное. Что-то поменялось. Мы не знаем, чем это закончится. Но тихое, светлое счастье, с которым многие украинские политики, кажется, только что говорили про ассоциацию, куда-то ушло. Поводом для развода может стать нежелание отдать в хорошие руки Юлию Тимошенко, но не причиной. Причиной может быть только одно. Виктор Янукович понял, что может произойти с его страной. Дошло. Колесников тогда уже что-то знал или понимал. Ну, понятно, что без подробностей. Но ни до нас, ни до Украины тогда еще ничего не дошло. Дошло только до Януковича. И только после всех событий мы узнали, что именно до него дошло на той встрече с Путиным 9 ноября, и что, как ему сказал Путин, случится с его страной. Через несколько лет после Майдана об этом рассказал украинский политик Геннадий Маскаль. Вот он пересказывает слова Путина Януковичу 9 ноября 2013 года. Только ты попробуешь что-то подписать, я забираю дословно, я забираю Крым, я забираю Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Миколаевскую, Одеськую и Запорожскую. Теперь-то понятно, что так и было. И что Янукович испугался. Не выдержал. И сдался на милость победителя. Но даже тогда события зимы 13-14 годов, Евромайдан, революция достоинства, еще не были предрешены. 21 ноября по зову Мустафы Наема на Майдан вышла ожившая лента Фейсбука, как потом писала в своей книге про Майдан украинская журналистка Соня Кошкина. Лента Фейсбука. Ну это как в декабре 2011 года в Москве на Болотной площади, здорово, приятно, весело, но, как мы хорошо знаем, не революция. Митинг продолжался несколько дней. На улицу вышли студенты. Но оппозиция особо ни на что не рассчитывала. Было понятно, этот митинг рассосется, а дальше надо ждать президентских выборов. Отказавшись от соглашения с Европой, Янукович сам выстрелил себе в ногу. Как он теперь переизберется? В ночь на 30 ноября на Майдане было всего около 400 человек. И вот тут появился Беркут. Потом следствие установит, что это был приказ лично от Януковича. Людей просто окружили и сознательно, и целенаправленно избивали одного за другим. Беркут устроил на Майдане кровавое месиво. Вдумайтесь, еще вчера правительство Украины на всех парах шло в Европу, а сегодня избивает студентов. И на следующий день на Майдан вышли полмиллиона человек. Полмиллиона. Украинский политолог Георгий Чижов вспоминает, что демонстрация превратилась в Майдан 1 декабря. Это была ночь, когда вроде бы протесты на Майдане уже сворачивались. Но тем не менее, по непонятной причине, милицейские силы, отряд специального назначения Беркут окружили тех, кто оставался на Майдане. Это в основном были молодые люди. И очень жестоко, беспрецедентно жестоко по тем временам для Украины. Их побили, разогнали. И вот после этого, значит, весь день 30 ноября происходило такое бурление. Происходило, собственно, по сути, восстание. И 1 декабря все это вылилось в виде так называемого народного веча, вылилось на улицы центра Киева. Тогда, по разным оценкам, до полумиллиона людей выходили. И вот с 1 декабря начался такой большой Майдан, большой протест, который спустя 2,5-2 с лишним месяца привел к смене власти в Украине. И вот тогда в Киеве началось настоящее противостояние. Со строительством баррикад и с блокированием зданий и улиц. С требованиями отставки Януковича и правительства. Со сбрасыванием памятника Ленину на Бессарабской набережной. С формированием отрядов самообороны. С дежурством и взаимопомощью у баррикад на площади. И, соответственно, с арестами, допросами, возбуждением уголовных дел, с проплаченными провластными митингами и атаками со стороны тетушек. Вот так Майдан выглядел 8 декабря. И это уже народный протест. Тогда появились сотни самообороны, как их назвали. И тогда в Киев приехали западные посредники. Ночь с 10 на 11 декабря стала одним из самых страшных моментов Евромайдана. Внутренние войска и Беркут пошли на штурм. И очевидцы говорили мне, рассказывали, это было действительно очень страшно. Сжимали в кольцо, не выйти, не убежать. Но их спасли тысячи людей, которые сразу пришли на помощь. 11 декабря замглавы Газдепа по Европе Виктория Нулан действительно раздавала на Майдане пирожки и печенье. Это не просто главный мем российской пропаганды – печеньки Газдепа. Это фундамент теории, что за Майданом и революцией в Украине с самого начала стояли кукловоды из Вашингтона. Что это был, как говорит Путин, государственный переворот. Это неправда. Запад в целом и Вашингтон в частности не хотели и не добивались тогда отставки Януковича. Ему угрожали санкциями за применение силы к мирным людям, но задача состояла в том, чтобы мирно дойти до следующих выборов. Вот Нью-Йорк Таймс в эти дни пишет, Нулан призывает к мирному выходу из кризиса. В своей речи на конференции, которая была наполнена высокой риторикой, она, как представляется, сформулировала следующее. Демократические нормы и верховенство закона должны быть соблюдены. По словам участников встречи, они поняли ее слова так. Лидерам протеста, возможно, придется смириться с перспективой сохранения Януковича у власти, если он не решит добровольно уйти в отставку. И такой политика Запада была до самого конца. Это не Вашингтон устроил переворот. Это Путин давил на Януковича, чтобы отрезать ему путь назад. За 9 лет до этого, в 2004 году, во время Первого Майдана, Путин еще не мог заставить украинскую власть разогнать улицу и утвердить его волю. Тогда Путин был еще не так решителен, а Янукович, он тогда был премьером и назначенным преемником президента Кучмы, еще боялся брать на себя ответственность. Путин тогда, в 2004 году, требовал от Кучмы разогнать Майдан, но тот сказал, нет, он не будет. Это Кучма почти 20 лет назад не допустил насилия и в итоге присудил тогда победу Виктору Ющенко. И сегодня Янукович где-то под Москвой, а Кучма только что переиздал и презентовал в Киеве свою известную книгу «Украина, не Россия» 2003 года. «Украина, не Россия» 20 лет спустя. На украинском вместо русского, с новыми комментариями и новой обложкой. Вот такой. Это первое издание его же книги в руках спасателя, найденное в развалинах жилого дома в Днепре в январе этого года, после того, как российская ракета убила в нем 46 человек вместе с маленькими детьми. История этой книги Кучмы – это хорошая иллюстрация, чего добился Путин за 20 лет. 20 лет назад бывший советский партийный начальник Кучма выдвигал в преемники Януковича и сводил Кремль с Виктором Медведчуком, который тогда у него был главой администрации. А сегодня на презентации второго издания этой книги говорит так. 20 лет назад Путин еще не мог выкручивать украинцам руки. Но в декабре 2013 года Януковичу от него было уже никуда не деться. Он сам сжег мосты перед поездкой в Вильнюс. Один на один с Россией далеко не уедешь. Зато он назвался груздем «полезай в кузов». 17 декабря Янукович привез из Москвы скидки на газ, 3 миллиарда долларов наличными, сразу пошли на социальные выплаты и еще 12 миллиардов обещанного кредита. И это значило, что для Януковича пути назад нет. К прянику полагался кнут. И Владислав Сурков, тогда помощник Путина по Украине, привозит в Киев, ну просто в чемодане, те же самые законы, которые Кремль после Болотной провел через Думу. Такой кремлевский набор отверток по борьбе с недовольством властью и уличными протестами. Преследование иноагентов, штрафы и аресты за несанкционированные митинги и так далее. Ну только с поправкой на местный, скажем так, колорит. Уголовные сроки заблокирования зданий, заформирование автомобильных колонн, ну это автомайданы известные, ну и прочее. Но в целом это была калька с тех репрессий, которые Путин уже узаконил в России после того, как вернулся в Кремль в 12-м году. И история этих законов, диктаторских законов, у них такое название в Украине, это и есть ответ на вопрос про коварную руку Запада. Потому что это идеальный пример, иллюстрация, в чем заключается разница между Россией и Украиной. В России такое можно сделать, а в Украине нет. Когда в Москве разгоняют протестующих, пьют, заводят потом дела, на этом все заканчивается. А в Киеве сотни тысяч выходят на улицы. А когда правительство еще и принимает антинародные законы, начинается революция. Если до тех пор Майдан гордился своей ненасильственностью, там были какие-то отдельные боевые эпизоды, которые, ну боевые, когда происходили какие-то столкновения, их некоторые считают провокациями, но в целом это был такой ненасильственный протест в форме, может быть, даже некоторого хэппининга. То есть каждый народный вечер, каждый воскресенье был практически праздник. А вот после того, как 16 января были приняты эти законы, и протестующие стали уголовными преступниками, вот настроение резко изменилось. Журналистка Соня Кошкина в своей книге про Майдан вспоминает, как она и ее коллеги смотрели тогда, в те январские дни, на эти опубликованные законы и думали, ну все, они вне закона. И пишет, что она запомнила это чувство липкой беспомощности на всю жизнь. Мы это чувство хорошо знаем, и особенно сегодня. Вопрос в том, что происходит дальше, когда это чувство охватывает всех или очень многих. Не для Суркова, он-то приехал и уехал, но для Януковича эти законы превратились в им же подписанный самому себе приговор. Ближайшие народные вечи 19 января собрало гораздо меньше людей, но эти люди были куда решительно настроены. И вот тогда начались столкновения с силовиками на улице Грушевского, которые с некоторыми перерывами продолжались уже вот остававшийся Майдану месяц. Диктаторские законы стали последней каплей. До 16 января компромисс еще был возможен, а после 16 января нет. К 22 января в уличных боях в Киеве было уже трое погибших, а из Москвы в Киев один за другим летели самолеты со светошумовыми и дымовыми гранатами. Но было уже поздно. Диктаторские законы продержались две недели, всего две недели. В конце января Янукович отменил их и сдал свое правительство. Только тогда это уже могло мало кого успокоить. Даже лидеры оппозиции на Майдане уже потеряли авторитет, потому что не успевали за настроениями людей. Об этом хорошо Кошкина рассказывает в своей книге. Это Ленин руководил полками 24 октября 1917 года. Почта, телеграф, телефон. А у народных восстаний не бывает штаба, ставки, лидера, централизованного командования. И восстание разлилось по всей стране. Ну, может быть, кроме Востока. И то не факт. Это, безусловно, было народное восстание. Причем восстание, ну, огромной частью украинского народа, понятно, нельзя говорить про всех. Хотя на Востоке Украины тоже было очень большое недовольство действующим режимом. Но их сумели противопоставить вот этим западным украинцам, националистам, бандеровцам. Поэтому большой поддержки у Евромайдана в восточных регионах не было. Хотя сам я лично на Майдане встречал людей из Донецка, из Уганска, из Крыма. Ну, а что касается регионов, которые расположены на правом берегу Днепра, да и во многих левобережных регионах, были свои такие мини-революции. Было две волны захвата административных зданий. Когда люди приходили, причем, как правило, до какого вандализма не доходили. Просто подходили к зданию, допустим, областной администрации, и говорили, а вообще-то мы народ, которому принадлежит вот это здание. Это был конец Януковича. Ну, де-факто он растянулся еще на месяц, до 21 февраля. Но это был конец его власти, конец политического режима, и еще одно, уже второе, поражение Путина в Украине. Это не был государственный переворот, как настаивает Путин. Потому что не было группы во власти, которая свергала бы Януковича. Просто ее не было. Это не был захват власти, спланированный извне. Наоборот, до самого конца, до самой последней минуты западные посредники пытались удержать Януковича в президентском кресле, чтобы мирно дождаться выборов. Про Нуланд вы помните. Вспомните, что происходило в ночь с 20 на 21 февраля. Уже снайперы расстреляли людей на Институтской улице, уже погибла небесная сотня, 104 майдановца, уже убиты два десятка силовиков. Лидеры оппозиции Кличко, Яценюк, Тегнебок приезжают на переговоры с Януковичем. Переговоры идут при посредничестве немца Штайнмайера, француза Фурнье и поляка Сикорского. К 7 утра 21 числа каждый ставит подпись под соглашением. Насилие будет расследовано, возвращается Конституция 2004 года, в течение года проходят президентские выборы. И вот известная сцена. Сразу же после подписания, буквально на выходе из комнаты, глава польского МИДа Сикорский говорит лидерам оппозиции Украины. Он же ведет армию, вас убьют, говорит Сикорский. Ну, умоляет их. И что, это похоже на переворот? Сикорский же не знал в этот момент, что через несколько часов Янукович сбежит из Киева, отозвав Беркут и всю охрану правительственных зданий. Сикорский потом скажет, как же так? Мы так не договаривались. К концу дня от соглашения ничего не осталось. Какой в нем смысл, если Янукович бежал? Майдан просто освистал Кличко и Яценюка, когда они вернулись с этим соглашением. Зато про бегство Януковича, очевидно, знал Путин заранее. Потому что, во-первых, под этим же соглашением должна была стоять и подпись Владимира Лукина, как представителя Москвы. Лукин тогда докладывал Москву, соглашение позволяет разрешить кризис. И он уже почти доехал до администрации Януковича, где шли эти переговоры, как его буквально на входе в зал по приказу Путина развернул звонок главы МИДа Лаврова. А вот статья «Вашингтон-Пост» от декабря 1917 года. Слив американской разведки. На следующий день, 22 февраля, стали появляться посты и комментарии от имени украинцев о том, что бандеровцы и фашисты осуществили в Украине государственный переворот. Это была операция ГРУ. Путин уже знал, что делает. У него был план. На следующий день после бегства Януковича военные шпионы создали множество фальшивых личностей в социальных сетях Facebook и ее российском аналоге ВКонтакте. Персонажи должны были представлять простых жителей Украины, разочаровавшихся в протестах оппозиции на центральной площади Киева, называемой Майданом. Известно, что было дальше. И известно, какой у Путина был план. Янукович бежал в Харьков, который должен был стать столицей как будто настоящей восточной Украины. Туда уже специально заранее привезли российских депутатов и сенаторов. Это делалось для того, чтобы расколоть Украину и чтобы Путин смог потом представлять везде Януковича как свергнутого заговорщиками, но по-прежнему легитимного президента в изгнании, чтобы так или иначе вернуть его на трон в Киеве. Известно, что это не получилось. Из Харькова Янукович тоже вынужден был бежать. А дальше Путин забрал Крым и начал войну в Донбассе. Потом были Минские соглашения, а потом на Киев и Харьков полетели ракеты и бомбы. К чему сегодня вся эта история? К тому, что, во-первых, все, что рассказывает Кремль про Майдан десятилетней давности, это ложь от начала и до конца. Печеньки-газдепы, как и все остальные выдумки, оказались обманом не украинского, а российского народа. Спецоперации. Но главное вот что. В 2011 году Путин возвращался в Кремль с замыслом Евразийского союза. Это переводится с кремлевского на русский как «порабощение Украины». План пришлось менять и править по обстоятельствам, но от своего замысла Путин не отклонился ни на йоту, и ни на минуту, и не отклоняется вот уже 10 лет. Это он спровоцировал Майдан. Это он шантажировал Януковича, а потом выкрутил ему руки. Это он заставил его развернуться перед саммитом в Вильнюсе. Это он вел его потом по дороге кровопролития и насилия. История Майдана, а теперь и история войны. Это две истории. Одна про украинский народ и его решимость и способность бороться за свою независимость. А вторая вот про это. Про Путина. Про то, что кроме Украины, кроме его войны, его ничего не волнует и что он не умеет остановиться. Он будет идти напролом до тех пор, пока не упрется в стену. План будет, как всегда, меняться по обстоятельствам. Но от своего замысла он уже не откажется никогда.